если мы говорим о языческих обрядах каких-то обрядах экзорцизма вот есть в распоряжении у нас вот такая фотография это вот как раз не обряд экзорцизма это в соседней с нами области воронежской так значит воспитывают детей в доме-интернате бутурлиновском доме-интернате для детей инвалидов фотографии разместили в местном издании и значит куча после этого значит проверок заявлений властей о том что будем разбираться следственный комитет возбудил дело уголовное даже но спустя два месяца прокуратура внесла представление губернатору нельзя пантомим они ему показали видимо и значит обязала устранить нарушения но нарушение казались лишь пожарной и санитарной безопасности и вот стало известно о том что следователи в общем-то не увидели фактов насилия в воронежском интернате да это ребенок сколько лет ну я не знаю там не сообщается но в принципе это не принципиально важно насилие против детей нарушение прав детей по мне должны быть преступления являться преступлениями особой тяжести это преступление против тех кто не может за себя постоять и подобные преступления могут искалечить жизнь ребенку да и здесь мы говорим о интернате это это дети которые в которые вообще абсолютно заслуживают и в первую очередь должны быть поддержаны государством и подобное отношение это сидеть должны не только те кто это организовывал не только директор этого учреждения который может быть и не знал но это его ответственность ответственности должны быть подвергнуты в том числе и чиновники есть министерство образования есть министры которые должны быть моментально уволены для чего понятно что они может быть в этот интернат и не приезжали никогда но мы же прекрасно понимаем поэтому они не приезжают к им вообще до лампочки по барабану что там происходит там происходят пытки там происходит издевательство не только над честью и достоинства там происходит издевательство издевательство физиологическое это должно сойти с рука всем кто носит какие-то контролирующие функции а за что они получают деньги они должны отвечать за кадровую кадровую политику они должны смотреть за тем чтобы подобных преступлений не было и что касается прокуратуры которая не увидела никаких других нарушений какая пожарная безопасность что что за постановка вопроса неужели это здесь требует в первую очередь оценки в каком состоянии находятся дымоходы или огнетушители может быть это заслужит внимания но в данном случае во вторую очередь те прокуроры которые умыли руки закрыли на эти глаза должны быть не просто подвергнуты дисциплинарной ответственности там штрафованы и уволены лишены премии они должны также пойти под суд потому что если прокуратура будет бездействовать естественно на местах возникнет чувство безнаказанности чиновники большие и малые будут идти на подобное без не то что зазрения совести они будут идти без капли страха и потому что никакой ответственности для них не предусмотрено власть сама себя пороть не будет и рука будет мыть руку но все равно будет оставаться грязной понимаете вот на этом примере это очень очень четко видно чиновники которые сотрудники которые это допустили они насколько после этого будут бояться подобное дело да они еще еще легче на подобные преступления пойдут потому что будут понимать что первый раз сошло с рук мне и второй раз никакой ответственности за это не будет а по их примеру другие муниципалитеты другие регионы будут идти по такому же абсолютно преступному пути а это и есть деградация разложение и гниение общества где морали нравственности особенно перед детьми не имеет никакой цены и здесь это будет